доброго времени друзья здравствуйте сегодня необычное видео о лекарственных растений в чем ее необычность то есть я сегодня вам расскажу значит список такой вам дам несколько растений которые просто должны быть дома то есть сегодня 10 расскажу в следующем видео 10 то есть те растения которые должны быть как бы под рукой так в общем для своего организма самые самые такие сегодня расскажу о 10 таких значит вот в старину значит очень многие имели трав несколько трав от разных заболеваний таких самых которые необходимы для человеческого организма и очень широко пользовались этим от простуды от порезов от ожогов и каждое растение оказывала то или иное действие на организм ну и до настоящее время не утихают споры о лекарственных растениях ну вот и несколько вам дам сегодня 10 популярных таких популярных и самых таких известных растений в которые должны быть вас иметь дома то есть и те растения которые на подоконнике у нас растут ну вы уже догадались какие и так сейчас по порядочку и те даже те которые растения уже вырастет дома на водоконнике не только как цветок и так первое значит алоэ вера друзья не столетник а алоэ вера есть такое растение алоэ вера я в следующих видео вам покажу его алоэ вера то есть не столетник ночи должно быть дома и в этом растении я просто вкратце о каждом растении вкратце скажу ночью в этом растении находится алоэ вера находятся такие витамины дубильные вещества как bc е и эфирные масла аминокислоты это вот в этом растении ну и применять нужно его как соком из него делают и смузи но очень много положительных вещей делают из-за алоэ вера что она значит это укрепляет иммунитет очищает кровь снимает воспаление и нарывы и очень хорошо действует положительно действует на пищеварительную систему и сосудистую систему нормализует обмен уровня холестерина в крови далее второе растение электро кок электро утера кок извините значит это его еще в народе называть сибирской женщин это такой цветочек красивенькие типа ромашки розовым значит парализм из преследующих заболеваниям все это если у вас нет дома вы хотя бы при приобретите в аптеке они продаются даже вот это с трава продается так и травяной сбор туда тоже входит или или в кок и электро кок он хочет полезен для иммунитета то есть восстанавливает при болезнях или иммунитет ну и полезен также он при атеросклерозе улучшать концентрацию внимания активизует работу мозга снимает хроническую усталость нормализует сон вот такое действие и многие другую оказывает значит это и второй склад женщин про женщин это вообще это кладезь всего и вся значит что делает воздействие отличается быстрая регенерация при рождении тканей снижает уровень сахара крови стилимизует работу иммунитет нормализует обменный процессор нормализация давления а снятие стресса и депрессия повышение выносливности как он организует кровообращение вот это этим занимается у нас женщин следующая трава шалфей а шалфей принадлежит к семейству яснотковых я когда-то уже говорила и и такие там тоже находятся вещества азотосодержащие органические соединения плафенолы и шалфеты делают и даже настойки отвары мази и дропрофилактики женских заболеваний диареи болезни кожи профилактика опорно-двигательного аппарата улучшает память концентрацию и естественно поднимает иммунитет значит и полынь горькая но полынь горькая это опять же здесь очень с ней нужно с полынью работать аккуратно то есть она как бы даже в доме дочь как для ароматизации атаку к в болезни то вот эти от токсинового шлака воспаление болевого синдрома улучшает метаболические процессы придает тонус и заряд энергии и следующее сердечное такое боярышник боярышник укрепляет работу сердца сосуды насыщает кислород и понижает сахар холестерин снятие симптомов диареи и восстанавливает опорно-двигательный аппарат и щитовидную железу сюда прям сразу плюс скажу боярышник плюс шиповник все за вы знаете шиповник это просто витамин c который необходим течение всего года ну вот это трава еще фенхель а фенхель это обычный аптечный укроп то есть укроп у вас должен быть в укропе находится железо мид цинк кальций убирает излишнюю жидкость улучшает пищеварение кальций успокаивающее действие на центральном неросистве усиливает иммунитет то есть укроп фенхель должен быть вот шиповник укроп все это для просто для поддержания иммунитета дальше ромашка лечебная ромашка лечебная но занимает спазмы ускоряет процесс регенерацию тканин организуется обмен процесс воспалительный про иммунитет и иначе то снимает воспаление в ротовой полости от кашля выводит мокроту промывание глаз то есть как бы она должна быть под рукой вот я вам сегодня у вас ознакомена с такими растениями которые должны не должны но просто если кто-то увлекается лекарствами растениями и он в своей аптечке лекарственных трав обязательно у него будет присутствовать несколько трав разных трав для своего организма или для в целом для всей своей семьи вот например как говорит от лука до чеснока и я вам хотела показать вот растения перед вами это розмарин почему я говорила то есть те растения которые алоэ колонхоя и многие другие лекарственные растения которые можно посадить на балконе на подоконнике и также можно посадить вот такие растения типа розмарина сейчас это очень хорошо можно вырастить даже без земли сейчас можно выращивать специально такие продаются емкости без грязи что называется и они красиво хорошо будет расти и в зимнее время года это просто будет гладить витамины для вашего организма организм требует постоянно витамин кизировать особенно витамином c постоянно как вы знаете витамин c он каждый день уходит то есть нужно постоянно пополнять поэтому друзья берегите себя не забывайте о лекарственных растений следующем блогу я расскажу и еще о несколько растений которые мы просто должны быть дома еще несколько таких растений самые самых простых которые вы можете приобрести не только в аптеке и сами можно приобрести и будущее вы просто будете знать что на случай любой на любой случай от паре за ран до банального гриппа вы в своей аптечке лекарственных трав можете достать и сделать профилактику своего организма так что друзья берегите себя не забывайте о лекарственных растений сейчас у нас сбор например у кого-то корней у кого-то например сейчас шиповника рябины боярышника чуть похоже калины поэтому не забывайте друзья корни они корни а к кору в будущем не забывайте все это но не все вы просто должны знать что что для вашего организма требуется то и должны вы себе готовить то есть вот такие заготовочки собирать поэтому друзья берегите себя всего доброго здоровья здоровья и еще раз здоровья берегите себя и забывайте о себя любимых всего доброго пока пока